Доброе утро! Я очень рада вас приветствовать на нашем цикле лекций «Третья дуа» из Кур'ана. Я надеюсь, что вы заучили все дуа, которые мы прошли, дуа этого, иншаллах. Их 30, а мы уже сегодня на 10-м. Десятая дуа о прошении истины. То есть когда мы просим истину, различающуюся от лжи и спасения от притеснителей. Эта дуа полностью связана с историей Шуайба. Алейсалям. Все ли знакомы с пророком Шуайб? Дорогие сестры, вы можете в чате тоже писать, размышлять. Возможно, кто-то слышал ранее только об имени его. Возможно, кто-то и вовсе не слышал о нем. Возможно, кто-то уже знаком с историей, произошедшей с этим нашим пророком. А мы знаем, что Аллах Суханнаталя не спасал нам 24 тысячи пророков. И 25 из них упомянуты в Куране. Эти 25 вы можете тоже обязательно закрепить, прочитать информацию, прочитать весь тавсир Курана. А мы сегодня с вами ознакомимся с дуа, который сделали праведные сторонники Шуайба, пророка, Алейсалям, который сказано в 7 суре Аль-Аграф, Аграды. Дуа звучит следующим образом. Смысл, перевод, Господь наш, рассуди между нами и нашим народом по справедливости. «Ведь ты наилучший из судей». Субханна. Обратите внимание на смысл дуа. «Господь наш, рассуди между нами и нашим народом по справедливости». «Ведь ты наилучший из судей». То есть, когда два народа или в одном народе разногласят по поводу истины, в котором именно нужно итог подвести, различающий истину от лжи, мы просим у Аллаха это дуа. То есть, все эти дуа, которые просили пророки, по сути, относятся полностью к нам. Мы должны их применять в той или иной ситуации. Давайте немножко ознакомимся историей Шуайба для того, чтобы правильно его применять и понимать, в каком же он был положении, когда они просили у Аллаха это дуа. А вы пишите в чате, в конце урока мы тоже обязательно вернемся к вашим сообщениям, иншаллах. Немножко ранее, эта дуа содержится в 89-м аяте Сур-Аль-Араф. Немножко ранее, в 85-м аяте, начинается история. «Мы отправили к мадьянитам их брата Шуайба». Он сказал, «О мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого божества, кроме него». К вам явилось ясное знамение от вашего Господа. Наполняйте же его меру и весы сполна, не придерживайте имущества людей и не распространяйте нечестие на земле после того, как на ней наведен порядок». До того, как Аллах рассказывает про мадьянитов, народ мадьян, про пророка Шуайба, Аллах здесь в Суре Аль-Араф рассказывает про многие другие народы, про Адитов, про Самудян. И затем он приходит к этому пророку Шуайбу. То есть Аллах сказал, что лучше для вас верующим, когда к ним явился пророк из их же рода. То есть мадьян — это некогда известное племя, которому Аллах отправил из их же родственника Шуайба. Шуайб был одним из их родственников. Точно то же самое, как пророк Мухаммад, из числа родственников Ураиш, был отправлен к своим же родственникам, к своему же народу. Здесь то же самое почти, что в этом моменте это совпадает. И, конечно же, он призвал, что делать? Поклоняться одному Аллаху. То есть Аллах Суххан Таля отправлял пророков для нас только с одной целью, чтобы мы признавали, что Аллах един, что нет кроме Аллаха Божества для поклонения, чтобы мы не стали сотоварищи Ему. И он сказал не обвешивать, не обмиривать людей при торговле, не удерживать имущество по праву, принадлежащее другим людям, не распространять на земле ни чести, не совершать грехи и преступления. И если человек отказывается от грехов, повинуясь воле Аллаха, стремясь приблизиться к нему, то это принесет ему намного больше пользы, нежели совершение грехов, навлекающие на раба гнев всемогущего Господа и обрекающие его на наказание в адское пламя. И затем в 86-м аяте Аллах говорит, «Не садитесь на дорогах, угрожая и сбивая с пути Аллаха тех, кто веровал в Него и пытаясь исказить Его. Помните, что вас было мало, а Он приумножил ваше число. Посмотри же, каким был конец злодеев». То есть Аллах в этих аятах рассказывает пророку, как он... То есть эту историю пророк Мухаммад, в Коране, рассказывает, которую бы он не узнал, если бы Аллах до него не донес. И он рассказывает, что во время шуаиба эти люди, которые делали зло тем, кто хотел поклоняться Аллаху, и Ему и Динаму садились на дорогах. То есть они устраивали засады на дорогах, отпугивали путников, угрожали им. Аллах говорит, не мешайте тем, кто хочет следовать прямым путем. Не пытайтесь в угоду своим желаниям представить стезю Аллаха в ложном свете. Вы, как и остальные люди, обязаны почитать путь, на который Аллах указал своим рабам, чтобы они снискали Его благоволение и попали в обитель Его милости. Затем Аллах в 87-м аяте говорит, если одна часть из вас уверовала в то, с чем я послан, а другая не уверовала, то потерпите, пока Аллах не рассудит между нами, ибо Он наилучший из судей. То есть здесь уже Шуаев говорит, что Аллах наилучший из судей. Он самый лучший судья. У нас сейчас на планете Земля очень много судей. Есть справедливые судьи, есть несправедливые судьи. В основном судей не придерживаются Конституции Куран. Конституция в основном немножко противоречит Конституции законам шариата. Аллах самый наилучший судья. И Шуаев полностью уверовал и уповал на Аллаха. Он призывал очень долго свой народ к истине. Он говорил, что Аллах един, что есть вот такие-то конкретные законы, которых нам нужно придерживаться. И да, были, которые уверовали в Его слова, последовали за Ним. Но также были те, кто ослушался Его, ослушались в первую очередь Аллаха, не последовали за Шуаибом. Алейсалям. И в 88-м аяте продолжается история. Знатные люди из Его народа, которые превозносились, сказали, «О, Шуаиб, мы непременно изгоним тебя и тех, кто веровал вместе с тобой из нашего города. Или же ты вернёшься в нашу религию?» Субханаллах. Знатные люди из Его родственников, из этого народа, старейшины, которые потакали своим желанием, наслаждались жизнью, увидели, что проповедуемая пророком истина не совпадает с их пожеланиями. Они надменно отвергли её и сказали Шуаибу и своим слабым соплеменникам, которые уверовали в него, «О, Шуаиб, если вы не отречётесь от своей религии, то мы изгоним из города тебя вместе с теми, кто последовал за тобой». Они воспользовались своей недюжинной силой для того, чтобы противостоять истине. Они не хотели признавать предписания религии, договора, обязанности. Конечно же, когда шариат, всегда есть обязанности какие-то, договора, предписания, которым нужно следовать. А им это не понравилось. Они хотели лишь потакать своим желанием, руководствоваться своим недалёким умом, подтолкнувшим их к принятию такого порочного решения. Поэтому они и пригрозили пророку выгнать правоверных из города, если они откажутся вернуться в лоно их языческой религии. Шуаиб призывал их встать на прямой путь, не теряя надежды на то, что они уверуют. Но дело дошло до того, что они пригрозили ему прогнать его с родной земли, если он откажется подчиниться им. А ведь он вместе с правоверными имел гораздо больше прав проживать на этой земле. Слова нечистеццев настолько поразило его, что он сказал, неужели вы хотите, чтобы мы обратились в вашу лживую религию, несмотря на то, что она ненавистна нам? Причина нашей ненависти к ней заключается в том, что нам известно о ее лживости и порочности. Проповедовать вашу религию можно только среди тех, кто испытывает к ней влечение. Но как вы можете предлагать обратиться в нее тем, кто запрещает людям исповедовать ее и разоплачает тех, кто ее исповедует. И вот затем мы с вами свидетели этого аята восемьдесят девятого, который нужно заучить наш дуа. То есть после того, как это случилось, мы возведем навет на Аллаха, если вернемся в вашу религию, после того, как Аллах спас нас от нее. Не бывает тому, чтобы мы вернулись в вашу религию, если только этого не пожелает Аллах, наш Господь. Наш Господь объемлет знания всякую вещь. Мы уповаем только на Аллаха. И тогда дуа Господь наш рассуди между нами и нашим народом по справедливости. Ведь ты – наилучший из судей. И что же о Хавате случилось, как вы думаете? Вот он призвал к истине. Они отвернулись. Мало того, они пригрозили, что они выгонят его из селения. И они попросили дуа у Аллаха о справедливости, от развлечения истины от лжи. Пишите свои версии в комментариях. Сейчас я чат прочту. Кому-то было известно только имя Шуайба. Может, если расскажете, вспомню. Хорошо. Шуайб мир ему призывал, но его не хотели слушать. И из-за его рода они сказали, что они убьют его. Пророк мир ему не смог достучаться до них, а Аллах поразил их взаимотрясением. Да. Маша Аллах. Вот сестра пишет. Маша Аллах. Шуайба алиссалям. Он свек рмуса алиссалям. Они смеялись над ним. Не хотели слушать. Прямо говорили ему, мы не хотим тебя слушать. Не будем этого делать. И все более нечестивно становились. Они что-то покупали, продавали. И это по очень завышенным ценам. Обманывали при продаже. Отбирали имущество. Были несправедливы. Но сам народ был очень богатым. Да. Кто-то в первый раз слышит. Да. Аль-Хамду-Лля. Это прекрасная информация. Узнать еще про одного пророка его народа. И затем знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали, если вы последуете за Шуайбом, то непременно окажетесь в числе потерпевших урон. То есть даже вот эти знатные люди не только угрожали самому Шуайбу. Они пригрозили и угрожали и народу. Они их отворачивали от истины. Сейчас очень много таких ситуаций как раз. Кто живет в таких странах, их не только отворачивают. Им еще уверяют, что выгонят из селения. Не верьте в Аллаха. Оставьте свою религию. Не совершайте намаз. И так далее. То есть очень много. И субханаллах. В 91-м аяте мы читаем, что их постигло землетрясение. И они оказались поверхнуты ниц в своих домах. Те, которые сочли Шуайбу лжецом, словно никогда не жили там. Те, которые сочли Шуайбу лжецом, оказались потерпевшими убыток. То есть наоборот получилось. Они пригрозили, что если они не уверяют в их религию, в язычество, если они не будут поклоняться Аллаху, то они будут из числа потерпевших урон. Но получилось совсем наоборот. Эти народы, этот народ, люди из этого народа, которые не уверовали в Аллаха и не последовали за Шуайбом, оказались потерпевшими убыток. Он отвернулся от них и сказал, о мой народ, я донес до вас послание моего Господа и искренне желал вам добра, как я могу печалиться о неверующих людях. Неверующая знать предостерегала людей от обращений в религию Шуайба, и они говорили, что всякий, кто последует за ним, непременно окажется в убытке. Но их постигло землетрясение, субханаллах. Нечестивцев поразило сильнейшее землетрясение, и они пали замертво. А повешая творение об их погибели, Всевышний Аллах сказал, что неверующие соплеменники Шуайба словно никогда не жили в своих домах. Вот так Аллах наказал, что как будто их и не было в этих домах. Как будто они не забавлялись в своих дворах, не укрывались в тени деревьев, не веселились на берегах ручей и не питались плодами деревьев, как будто бы. То есть наказание их поразило так, что они покинули обитель забав, развлечений, удовольствий. Они отправились в вечную обитель печали, злосчастья и мучений. Они были единственными, кто потерпел убыток и в этой жизни, и в день воскресенья. Они лишатся не только своих семей, но и самих себя. Это будет настоящий убыток. И неправы были те, кто называл потерпевшим убыток последователя Шуайба. И, конечно же, Шуайб от них отвернулся. То есть он не сказал, о, бедные, вас постигло наказание, он так не сделал. Шуайб тогда отказался от них, он отвернулся. И он сказал, как я могу печалиться над теми, кто ослушался Аллаха и был неверующим. Вот такие мы с вами узнали аяты. И, хвала Аллаху, мы можем делать это дуа, если нас также подвергаемся, если мы тоже такому испытанию, попросить у Аллаха защитить нас от лжи, различающейся от истины. Давайте мы с вами, иншаллах, несколько раз повторим эти слова, дабы не оказаться в числе потерпевших убыток. Господь наш, рассуди между нами и нашим народом по справедливости, ведь ты наилучший из судей. Еще раз давайте. Рабба нафтах байнана ва байна каумина бил хақи ва анта хайруль фасихин. Рабба нафтах байнана ва байна каумина бил хақи ва анта хайруль фасихин. Мы видим перевод этих каждого слова. Вот до этого есть, конечно, другие еще слова. Я тут обрезала почему, потому что этот аят очень длинный. И мы видели только что 89 аят, как выглядит в предыдущем слайде. Очень содержит много информации. А наша задача выучить только конец этого аята. И то, что Аллах говорит, что Аллах объемлет всяким знанием, что они положились на Аллаха. Это все мы видим, что есть перевод. Но самое главное, у нас дуа начинается со слов. Рабба на, Господь наш, ифтах. Разреши байнана между нами, ва байна и между каумина нашим народом. Каум, да, есть такое слово, может, у кого-то и сейчас есть такое слово употребляется. Каум, нашим народом. Каумина, окончание множественного числа первого лица. Бил хақи по истине. Хақ – это истина. Ва анта, ант – это ты. Мы обращаемся к Аллаху на ты. И ты хайруль фасиқин. Хайр – то есть наилучший. Фатихин. Фатих – судья. Фаттах – это судья. Хайруль фатихин. Что ты один из наилучших судей. Иншаллах. Рабба на, фтах байнана, ва байна каумина, бил хақи, ва анта хайруль фатихин. Хамдуллах, дорогие сёстры, на этом этот дуа тоже подходит к концу. Я очень рада была с вами услышаться. Пусть Аллаху субханаталя дарует облегчение выучить эти дуа и применять их в правильном русле. Ас-саламу алейкум на урахматуллахи в баракатуха. Алейкум ас-саламу арахматуллахи в баракатуха. Продолжение следует...